Детки полностью находятся под властью родителей. Поэтому вопрос не в том, какие мысли у деток, а какие мысли у их родителей. В каком ресурсе родитель входил в беременность? Вы должны понимать, как формируется плод ребенка в утробе матери. Ребенок как плод, инстинкт самосохранения, из родителя выжмет все, чтобы выжить. Так инстинкт самосохранения. А если выжимать нечего? Если родители входят в дефиците ресурсов, то есть если мама и папа вошли в беременность в дефиците ресурсов, то есть у мамы и так дефицит ресурсов. Ребенок выбрал все, что мог оттуда, выжил. А если нечего выжимать, то, понятно, клетки неправильно делятся, потому что недостаточно ресурса. Поэтому надо спрашивать не какие мысли у ребенка, а какие мысли у родителя, который позволил себе войти в беременность в нересурсном состоянии. То есть, например, мама и папа в стрессе. Стресс – это самое большое, которое захватывает в себе ресурс организма. В итоге мама с папой вошли в беременность в нересурсе. А если мама еще всю беременность была в нересурсе, то есть стресса, 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 там какая-то свекровь, которая там ей выносит мозги, или муж, который ей выносит мозги, или на работе ей выносит мозги. Вот в этот момент она и так в нересурсе, и стресс забирает еще больше ресурсов. В итоге она рождает нересурсного ребенка, потому что ребенок бы и рад все забрать из матери, но не может, потому что у матери же ничего нет. Поэтому вы задаете неправильно вопрос, какие мысли у той и того, которые решили войти в фазу беременности, не подготовившись к этой беременности.